Бисмилля, во имя Аллаха Святого и Великого, Владыка Небеса Земли, Тот, кто возвышает, кого Он пожелает, и принижает согласно тому, что они заслужили, во власти которого находятся и солнце, и луна, и звезды, и ветер, и тучи, всемогущий законодатель, который определяет запрещенное и дозволенное. Он единственный наш Господь, заботящийся о нас с момента нашего рождения и до момента нашей смерти. Отвечающий нам на все наши потребности, будь это кусок хлеба или же глоток воздуха. Хвала Аллаху, Которому безустанно и постоянно поклоняются ангелы. Все вернется к Нему в день воздаяния покорно и смиренно. Мир и благословение предводителю сынов Адама, нашему пророку Мухаммаду, салляллаху алейхи вассалям, достойный статус которого не сможет достичь ни один человек. Знаете же, что Аллах, Свят Он и Велик, обращаясь к нам, велит нам сохранять богобоязненность. Дорогие мусульмане, весь мир сегодня говорит об этой новой чуме, коронавирусе, который уже распространяется повсюду. Давайте же в нашей сегодняшней проповеди рассмотрим некоторые нравственные и моральные уроки, которые мы можем вынести из того, что происходит вокруг. Поскольку верующий всегда ищет для себя урок, верующий всегда пытается получить пользу от всего, что происходит вокруг него. В сегодняшней проповеди я постараюсь вывести семь уроков, которые каждый сможет учесть для себя в сложившейся ситуации. Первый из этих семи призывает нас стать скромнее, с тем, чтобы мы осознали, что никто из нас не обладает могуществом, а только Аллах, Свят Он и Велик, могущественен. Ни один человек не является сверхчеловеком. Ни один человек не является всемогущим. И что все мы находимся под властью нашего могущественного Господа. Возьмите самое крупное государство в мире, с точки зрения населения, то есть Китай. Самое мощное государство за всю историю человечества, то есть Америка. Все страны мира, как сильные, так и слабые, все человечество охвачено ужасом. Неважно даже, кто в какой стране. Но что же вызвало их ужас? Они в ужасе от какой-то мельчайшей частицы. Они в ужасе от того, что является воплощением жизни. Хотя ученые до сих пор ломают голову, является ли вирус теоретически живым, или же он пребывает в промежуточном состоянии между жизнью и смертью. Вирус является мельчайшим воплощением жизни среди всех творений, длиною в какие-то 20-30 нанометров. Вы не сможете увидеть его даже под обычным микроскопом. Для этого требуется специальный электронный микроскоп, который работает по принципу отражения электронов от исследуемого объекта, а не отражения света, как в обычном микроскопе. Просто чтобы у вас было ясное представление, насколько мизерным является этот вирус. Просто чтобы вы смогли понять, насколько микроскопическим является это творение, повлекшее за собой весь этот ужас среди всех жителей Земли. Для того, чтобы просто увидеть его, нам необходимо увеличить его в 100 тысяч раз. Приведу вам пример, чтобы задать перспективу. Представьте, если мы возьмем одну крупицу риса и увеличим ее в 100 тысяч раз, то эта крупица станет размером с 5 или 6 футбольных полей. И это только для того, чтобы просто увидеть этот вирус. Его надо увеличить в 100 тысяч раз. И вот от этого самого вируса мы, все мы, все человечество, сегодня пребываем в ужасе. Что же все это говорит нам? Это говорит, что на самом деле Господь существует. Что несмотря на все наши технологические прорывы, несмотря на все наши достижения, мы далеко не являемся вершителями своих жизней. Мы даже не можем решить свою судьбу, не говоря уже о судьбах других. Как можно не проявить покорности перед Всевышним Творцом, сотворившим все? Сам Аллах говорит о себе в Коране. Он сотворил, что непостижимо вашему разуму. Такова сила Аллаха, Свят Он и Велик. Итак, первый урок напоминает нам о существовании Господа, Господа во власти Которого все и вся. Второй из семи уроков, из которых мы можем извлечь в пользу, заключается в том, чтобы мы еще раз смогли убедиться в реальности жизни и смерти. Как часто мы забываем о смерти? Как часто мы ощущаем комфорт в этой мирской жизни и наслаждаемся жизнью, ищем удовлетворения от мирских услад? Мы становимся самодовольными от своих богатств. Мы настолько ими поглощены, что мы перестаем осознавать, что эта мирская жизнь — это еще не конечный этап нашего бытия. Период таких бедствий и трагедий сам по себе является предупредительным звонком, напоминающим нам, что никто не будет жить вечно. Ни один человек не был наделен бессмертием. Каждый из нас испытает смерть. Каждая душа вкусит смерть. Только потому, что мы не станем обращать на это внимание, или же потому, что мы перестанем размышлять над этим, не изменит реальности нашей жизни и смерти. Аллах сотворил жизнь и смерть. Когда распространяются болезни, когда повсюду нас окружает смерть, мы начинаем задумываться. Наши черствые сердца смягчаются. Наши мысли, которые посвящены только мирским делам, начинают заботиться о последующей жизни. Если же эта беда делает наши сердца мягкими, то это самая настоящая милость, а не беда. Если же эта беда пробуждает нас от мирских иллюзий и дает нам понять, что вся эта жизнь, лишь временное явление, то, клянусь Аллахом, это уже совсем не беда, а неприятность, обернувшаяся благом. В этом и есть второй урок в нашей естественной смертности. Жизнь не бесконечна. Смерть не за горами. Как сказал Абу Бакарас Сиддык, да будет доволен им Аллах, в какой бы день мы ни проснулись, смерть находится ближе к нам, чем шнуровка нашей обуви. Каждый день мы просыпаемся, и никто не знает, когда нас постигнет смерть. Во времена таких бедствий мы в очередной раз убеждаемся, что жизнь не бесконечна. Только Аллаху Святу на Велик известно, когда нас настигнет смерть. Третий урок или вывод из всего происходящего заключается в нашем отношении к понятию, что якобы одни люди лучше других. Учитывая тот факт, что этому вирусу подвержено все человечество в равной степени, это только указывает нам на безумство всякого проявления этого комплекса превосходства, безумство расизма, безумство заявлений, что моя раса, моя нация, мой народ лучше, чем другие. Никак нет. Этот вирус атакует всех людей без разбора, представителей самых разных социальных слоев, бедных и богатых, все этнические группы, белые, черные, темные, желтые, рухнули все социально-экономические привилегии. Каждый человек является в первую очередь человеком в равной степени. Если же кто-то считает, что он лучше благодаря каким-то определенным показателям, или же состоянию своих банковских счетов, или же национальности, паспорту, клану и всего прочего, то это все превращается в пыль. Ведь мы все равны. Наши клетки одинаковы. Мы все люди в равной степени. И все эти иллюзии, которые мы создаем касательно определенных преимуществ между нами, все это просто безумство. Ислам учит нас, что единственное наше различие перед Аллахом заключается в богобоязненности. В этом мире мы все равноправные люди. Поэтому этот вирус и весь страх, связанный с ним, должен заставить нас понять, что истина лежит в нашей религии и ислама. Поскольку все мы знаем, что все мы равны, у всех у нас одни корни, и в итоге нас всех ожидает один и тот же конец. Есть одна интересная история. Не знаю, правда, достоверная она или нет, Аллах знает лучше, но она встречается в исторической литературе, что жил-был один жестокий царь, тиран, который издевался над учеными и праведными людьми. Однажды он прилюдно высмеивал одного ученого, как вдруг его стали доставать мухи. Он принялся отмахиваться от них и спросил, скажи мне, ученый, для чего Аллах создал этих мух, которые ничего не несут, кроме вреда. На что ученый ответил, Аллах, Свят Он и Великий, использует этих мух для того, чтобы научить смирению таких высокомерных, как ты. То есть, смысл сотворения мух заключается в том, уважаемый царь, чтобы показать тебе, что ты всего лишь такой же человек, как и я. Вы понимаете? Этот вирус не различает между премьер-министром и прочими. На днях в новостях уже сообщили, что заболел министр какого-то государства. Вирус не различает между крестьянином, богатым, бедняком, светловолосым или же темнокожим. Все мы в равной степени подвержены ему, потому что мы являемся частью одного единого человечества. Четвертый урок из того, что происходит с нами сейчас, показывает нам, что этот мир со всеми его богатствами и всеми благами не является залогом успеха и счастья. Никак нет. Чаще мы видим, как с виду невинные, благочестивые и праведные люди испытывают беды, в то время, как бессовестные наглецы и беззаконники гуляют безнаказанными. Все это говорит о том, что эта мирская жизнь еще не конец. Мы просто обязаны понять, что существует жизнь после смерти. Этот вирус может унести жизни ни в чем не повинных детей или же взрослых. Да и не только вирус, а любое стихийное бедствие. Иногда эти бедствия постигают праведных людей, обходя стороной безбожников. Все это должно подвигнуть нас к мысли, что если у человека в этом мире есть все, то это совсем не значит, что Аллах им доволен. В то же время, если человек теряет все в этом мире, это не значит, что Аллах гневается на него. Скорее наоборот, материальное состояние в мирской жизни совсем не является показателем того, что Аллах любит вас. Один из наших ученых однажды сказал, что мирские блага представляются как тому, кого Аллах любит, так и тому, кого Он ненавидит. Тут нет разницы. Аллах лишает мирских благ и того, кого Он ненавидит, и того, кого Он любит. Вся эта мирская жизнь и материальные блага, связанные с ней, не являются показателем успеха. Они не являются показателем довольства Аллаха. А вот твоя грядущая жизнь, Ахират, по праву является показателем довольства Аллаха. В Коране упоминается, «Бойтесь испытания, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив. И знайте, что Аллах суров в наказании. Берегите себя от трагических обстоятельств, от фитны. Берегитесь испытаний, которые постигнут не только тех среди вас, которые творят злодеяния. Этот вирус распространяется повсюду. Среди праведников и грешников, среди плохих и хороших. Все подвержены ему в равной степени. Наша праведность выражается в том, как мы реагируем на эту беду, а не в самой беде. Если же кого-то из вас постигло несчастье, то не следует воспринимать это, будто Аллах недоволен вами. Наоборот, наш пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Массовое распространение болезней является наказанием для одних групп людей и милостью для верующих». Одно и то же явление может быть одновременно и наказанием, и милостью. Такова мирская жизнь. Деньги могут быть наказанием и милостью. Крепкое здоровье может быть как наказанием, если вы злоупотребляете им, так и милостью от Аллаха, Свят Он и Велик. Таким образом, из четвертого пункта мы видим, что мирская жизнь и материальное положение в ней совсем не определяет статус человека перед Аллахом, Свят Он и Велик. Бывает так, что в этой мирской жизни одни из самых лучших людей не получают ничего, а бывает и так, что они получают даже больше, чем обычно. Бывает, что наихудшие люди наделены лучшими благами в мирской жизни, а бывает, что они не получают ничего. То же самое и в отношении этого вируса. Пятый пункт из семи, который мы попытаемся привести в пример в нашей проповеди, касается милости, проявления которой мы наблюдаем в этой трагической ситуации. Поскольку цель этой проповеди заключается в том, чтобы научиться видеть милость в этой беде, научиться извлекать позитивные аспекты, постараться увидеть просвет и всегда искать положительную сторону, так, как нам велит наша религия. Мы видим, как все эти события заставили даже эгоистичных людей осознать, насколько важно иметь семью, близких и друзей. Субханаллах. Как быть, если кто-то из нас вдруг заболеет? Кто присмотрит за нами? Есть множество таких, которые заботятся лишь о себе. Но это совсем не то, чему учит нас ислам. Это даже не по-человечески. Человек нуждается в любви и в том, чтобы его любили. Человеку необходимо быть частью достойного общества. Из пятого пункта можно сделать вывод не только касательно необходимости семьи, близкого окружения или тех, кто бы смог в нужную минуту за вами присмотреть, но и важную роль соблюдения общественного порядка, построения и сохранения законодательной базы, социальной системы, государственного управления, поскольку нам нужны системы сдержек и противовесов. Нам необходимы такие системы, чтобы народ не оказался повергнутым в хаос, чтобы люди были под опекой. До появления ислама у арабов не было никакой цивилизации. До ислама арабы пребывали в полном невежестве. Когда же пришел ислам, он вывел арабов из невежества, вплоть до того, что они стали править всем миром, от Китая до Андалусии. С чем это было связано? С тем, что ислам приобщил их ко многим благам, одним из которых стал праведный халифат, ставший воплощением политической силы и мощи. Все это свойственно человеку. Именно так и устроена цивилизация. Для того, чтобы обрести успех в мирской жизни, необходимо сплотиться для установления закона и порядка. Необходимо сплотиться, будь это отдельные личности, семьи, друзья, общины, чтобы сформировать целые общества, которые бы следили за порядком. Понятно, что сейчас не самое подходящее время затрагивать тему универсальной системы здравоохранения, но все же именно такого рода вирусы и эпидемии заставляют нас в очередной раз задуматься о плюсах и минусах самых разных методов их решения. Они заставляют нас задуматься о том, насколько эффективнее было бы сплотиться и обеспечить всех людей единой системой качественного здравоохранения, или же продолжать заботиться исключительно о своем собственном здоровье. Хотите верьте, хотите нет, но именно испытания такого рода иногда заставляют нас заново пересматривать даже мировую политику в отношении ряда вопросов. Это был пятый пункт нашей проповеди. Шестой пункт указывает нам, что над всем происходящим несомненно есть наивысшая сила, которая предопределяет все происходящие события. Такие моменты необходимо проявить, как гласит арабский термин «иман бир-кадр» «веру в предопределение». Стоит лишь задуматься, этот вирус и чувство страха, которые сопровождают его, и явная беспорядочность его распространения среди людей, он не мог произойти из ниоткуда. Все в этом мире предопределено решением Аллаха, как говорится в Коране. Поистине мы все сотворили по предопределению. Человек может предпринять всевозможные меры – мыть руки, носить защитную маску, сидеть дома, не выходя на улицу, и все равно заразиться вирусом. А другой может проводить время в самом эпицентре событий, без всякой защиты и остаться без каких-либо последствий. Все это приводит к тому, что в конце концов все равно должна быть высшая сила, которая руководит происходящим и предопределяет события. То есть то, что все мы и называем верой в предопределение. В одном хадисе, упомянутом в Муснаде имама Ахмада, и некоторые утверждали, что его передал Ибн Аббас, говорится, что пророк салли Аллаху алейхи вассалям сказал, «Принятие мер предосторожности не спасут вас от предопределения судьбы». Задумайтесь, если вы примете все возможные меры, неужели вы сможете изменить то, что вам уже предписано? Если же Аллах уже предопределил вам смерть в определенный час, но вы облачите себя в защитную одежду и предпримите всевозможные меры, то неужели вы думаете, что ангел смерти не сможет забрать вашу душу только потому, что вы защищены одеждой? Никак нет. В этом и есть смысл этого хадиса. Принятие вами мер предосторожности не снимает с вас то, что вам суждено. Но пророк салли Аллаху алейхи вассалям сказал, «Однако ваша мольба помогает вам защититься от того, что уже произошло и от того, что ждет вас в будущем». Мольба – это защита, к которой вы должны прибегнуть. Таким образом, я повелеваю вам произносить мольбу, делать дуа о рабе Аллаха, свят он и велик. Мусульманин или же му'мин находит успокоение посредством веры в предопределение. Это совсем не значит, что нам не следует проявлять осторожность. Хадис совсем не велит нам действовать необдуманно. Хадис просто акцентирует наше внимание на том, что даже в случае, если мы предпримем все возможные меры предосторожности, в то время как Аллах предопределил для нас определенное событие, то эти меры нам просто не помогут. В этом и заключается смысл хадиса. Решение Аллаха несомненно будет исполнено, однако мы не знаем, что предопределил Аллах. Поэтому мы предподнимаем разумные меры предосторожности, привязываем своего верблюда и только после этого уповаем на Аллаха, свят он и велик. И как это описано еще в одном случае, приведенном в исторической литературе, одна из старейших эпидемий чумы во времена ранней уммы произошла в местности под названием Амуаз в 18 году по хиджри. По некоторым данным, тогда от болезни погибло около 50 тысяч человек, в том числе были и сподвижники. Дело было в Сирии, и как мы уже знаем, Умар Абдул-Хаттаб был на пути в Сирию с подкреплением для своей армии. Когда до него дошла весть о распространившейся там чуме, он стал обсуждать план последующих действий со своими людьми и в итоге принял решение вернуться в Медину. Тогда один из сподвижников сказал, «О, Умар, неужели ты пытаешься убежать от того, что уже было предопределено Аллахом? И что же на это ответил Умар? Мы бежим от того, что предопределил Аллах, навстречу тому, что предопределил Аллах. Аллах предопределил нам принять меры предосторожности, но мы никогда не сможем избежать того, что нам уже предопределено Аллахом. Что бы мы ни делали, все это уже предрешено Аллахом. Мы лишь бежим от судьбы к судьбе. Мы возвращаемся в Медину, туда, где мы будем в безопасности, поскольку эпидемия чумы еще не дошла до Медины. Возвращение в Медину – это и есть предопределение Аллаха. Мы не пытаемся убежать от того, что предписано. Мы лишь совершаем то, что предписано, принимаем меры предосторожности и только после этого уповаем на Аллаха, Свят Он и Велик. Таким образом, предопределение совсем не означает, что мы не должны предпринимать никаких мер. А это значит, что независимо от последствий, все происходит по воле Всевышнего. Нам всем следует выучить наизусть следующий аят, чтобы он постоянно служил нам напоминанием. Постарайтесь запечатать этот аят в своих сердцах. «Скажи, нас не постигнет ничего, кроме того, что предписано нам Аллахом. Ничего не стрясется ни с вами, ни со мной, если только это не предрешено Аллахом. Даже если мы обращаемся к Аллаху с мольбой о защите, мы смиренно принимаем решение Аллаха, и мы используем его для своей защиты. Будь что будет, но это не дает нам повода для необдуманных решений и действий. Вера и предопределение являются крайне важным столпом шестого пункта. Что бы мы ни предпринимали, в конце концов, это все равно является частью уже предопределенной нам участи. Но это не повод совершать глупые необдуманные поступки. И мы переходим к последнему седьмому пункту нашей проповеди на сегодня, который говорит нам, что смысл всякого рода бедствия, особенно массового бедствия, охватывающего все население планеты, состоит в том, что в такие периоды люди заново открывают для себя чувства веры. Люди обращаются к Аллаху, Святому Велик. Люди обращаются к вере и к религии. Даже те, кто не столь религиозны, начинают познавать религию. Даже те, кто не столь регулярно поклоняется Аллаху, во времена бедствия и стресса, начинают обращаться к Аллаху, Святому Велик. В этом и заключается один из наиболее благословенных выводов любого бедствия. Даже в Коране приводится не менее десятка аятов, без преувеличения, не менее десятка аятов, в которых Аллах Свят Он и Вели говорит, что в период переживаний люди начинают вспоминать обо мне. Когда их морское судно вот-вот накроет волной, они взывают ко мне. Когда их постигает бедствие, они обращаются ко мне. Когда они испытывают боль, они начинают взывать ко мне, стоя, сидя и лежа. А теперь послушайте меня внимательно. Во всем Коране Аллах никогда не порицает тех, кто заново открывает для себя веру во времена бедствий. Аллах никогда не порицает, если человек обращается к Нему в момент трудностей и переживаний. Порицание имеет место быть только после того, как трудности проходят. После того, как Аллах спасает вас. Только после того, как все беды стихли, а вы забываетесь и перестаете поклоняться Аллаху. Вот тут вы заслуживаете порицание. Осознание присутствия веры непосредственно в момент тяжелых испытаний и отображает саму суть веры. В этом нет ничего плохого. Именно так и поступают мусульмане и му'мины во время стрессовых этапов своей жизни. В стрессовых ситуациях сам Пророк, саляллаху алейхи вассалям, увеличивал поклонение. Больше молился. Выстаивал дольше в ночной молитве. Обращался с мольбой к Аллаху Святому Велик. Как раз именно так и следует поступать, когда кажется, что выхода нет. Не стоит чувствовать за собой вину за то, что вы стали более религиозным лишь из-за стресса. Однако следует осознавать за собой вину, если по окончании этого сложного этапа вы забыли. Вы забылись, отвернулись и вернулись к своим прежним привычкам. Нужно уметь поднять для себя планку, обратиться к Аллаху, совершать больше молитв, читать больше дуа, а когда тяжелый этап позади. И если Аллах с милостью велся над вами, дав вам возможность выкарабкаться, то не забывайте милость, оказанную вам Аллахом, и благодарите Аллаха. Порицание же в Коране обращено к тем, кто взывает к Аллаху, оказавшись в сложной ситуации, но забывает о нем, как только все трудности уже позади. Коран же напоминает нам, что в период трудностей и фитны нам следует обращаться к Аллаху. Само обращение к Аллаху уже является защитой для нас, ведь Аллах говорит в Коране. «Почему же они не взмолились, когда наше наказание поразило их? Аллах!» Ставит риторический вопрос, «Почему же они не обратились ко мне? Почему же они не взмолились ко мне, когда их постигло наказание? Их сердца ожесточились, и они отвернулись. Аллах не порицал их, кроме как за то, что они не взмолились. Порицание вызвано лишь тем, что они не проявили праведность, когда их постигла беда». Дорогие мусульмане, сам смысл испытания заключается в том, чтобы обратить нас вновь к Аллаху, пока еще не поздно. Сам смысл фитнеса стоит в том, что Аллах, Свят Он и Велик, испытывает нас небольшой бедой, чтобы отвратить от нас наивысшую беду, огонь гиены. Аллах предопределяет нам небольшую боль, чтобы пробудить нас во избежание мучительных страданий. Аллах говорит в Коране. «Для чего Аллаху подвергать вас мучениям, если вы будете благодарны и уверуете? Зачем Аллаху подвергать вас мучениям? Аллах совсем не получает никакого садистского удовольствия, наблюдая за болью и страданиями своих рабов. Смысл совсем не в этом. Смысл в том, чтобы мы обратились к Аллаху, пока не поздно. Основной целью, главной моралью этих трагических обстоятельств является обновление наших отношений с Аллахом, чтобы заново ощутить сладость веры, обратиться к Аллаху с молитвой, с дуа, в тагаджуде, с пожертвованием. Как раз в этом и будет лежать наше спасение. Да благословит Аллах нас всех посредством Корана. Пусть Он поможет нам стать одними из тех, кто внимает аятам Корана, и кто наделен способностью различать дозволенное и запретное на протяжении всей своей жизни. Я прошу у Аллаха прощения, и вы просите вместе со мной, ведь Он прощающий, милосердный. Хвала Аллаху, Хвала Аллаху единственному, неповторимому, самодостаточному, который не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему. Дорогие братья-мусульмане, в своих предыдущих проповедях я уже неоднократно говорил, как и многие ученые повторяют нам, что принятие мер предосторожности является неотъемлемой частью нашей религии. В обязанности религиозных ученых не входит определение непосредственных мер и методов, это обязанности медицинских экспертов и докторов. Но из того, что нам уже известно, мы понимаем, что нам необходимо проявлять осторожность, максимально ограничить физический контакт с потенциально зараженными объектами, не прикасаться руками к лицу. В период бедствия необходимо действовать с определенной осторожностью. В такие периоды лучше воздержаться от рукопожатий, что не является обязательным. Поэтому, если вы оказались в ситуации, где это делать нежелательно, то не стоит принуждать себя к этому. Обязательным является отвечать на голосовое приветствие, и в этом, хвала Аллаху, нет никаких проблем. Поэтому, если вы не желаете кому-то жать руку, то это ваше решение. И в этом вопросе нет никаких разногласий с точки зрения законов шариата. Более того, если вы хотите принять меры предосторожности, тем более, если у вас появились симптомы, и мы уже говорили на прошлой неделе, что многие религиозные ученые уже вынесли решение, что если вам не здоровится, и у вас температура, и вы не знаете, с чем это связано, то действуйте с определенной осторожностью и не рискуйте. Не приходите на коллективную молитву или же собрание. Аллах, Свят Он и Велик, не накажет вас, если вы предпринимаете меры предосторожности. Аллах знает ваше намерение. Нам всем известно, что этот вирус легко распространяется в местах скопления людей. Если кто-то чихнет, например, или же воздушно-капельным путем. Если же у вас появились симптомы, то и в этом случае потребуется еще пара недель, чтобы подтвердить, есть ли у вас вирус или нет. Да защитит нас всех Аллах. Но если вы наблюдаете температуру, кашель, чихание в этом промежутке времени, то вам лучше принять меры предосторожности. Постарайтесь удержаться от участия в собраниях. Постарайтесь носить защитную маску. При этом мы уже знаем, что маска не способна защитить от вируса здорового человека, поскольку вирус микроскопический и пройдет сквозь маску. Однако маска поможет предотвратить передачу вируса воздушно-капельным путем другим, если вы уже инфицированы. Поэтому, если у вас наблюдаются симптомы болезни, то будьте в маске. Несомненно, шаряд только поощряет соблюдение гигиены и регулярное мытье рук. Возьмите такое простое правило, как использование левой руки для дел, причиняющих неудобства, и правой руки для совершения богоугодных дел. Даже выполнение таких малозначительных, на первый взгляд правил, помогут нам защититься по воле Аллаха. Но я хочу подчеркнуть и повторить, что шаряд велит нам сначала привязать своего верблюда, а только потом уповать на Аллаха. Поэтому целесообразно прислушаться к советам врачей и предпринять необходимые меры. Как уже сообщалось в некоторых городах Америки, в нескольких мечетях было принято решение не проводить пятничную проповедь. И все это как раз является выполнением и соответствием нормам шариата. Ни в коем случае не следует полагать, что это противоречит канонам ислама. Скорее даже наоборот, целью шариата является сохранение жизни. Нет ничего страшного, что вы решили совершить дневную молитву у себя дома, если ситуация уже осложнилась до такой степени. Об этом будет тоже своевременно объявлено с мимбара. Поэтому если правительство или же Министерство здравоохранения выступит с заявлением о запрете на проведение общественных мероприятий с целью соблюдения безопасности, то мы, безусловно, последуем их решению. И мы будем надеяться, что Аллах вознаградит нас за намеренно обоснованную неявку на пятничную молитву из-за совершения дневной молитвы дома. Вся эта проповедь, дорогие братья и сестры, нацелена на то, чтобы мы всегда искали для себя положительный урок, чтобы мы всегда искали просветы и были настроены оптимистически. В итоге мы понимаем, что вся эта мирская жизнь лишь временна. Аллах, Свят Он Велик, испытывает людей по-разному. И если Аллах, Свят Он Велик, предписал нам определенные испытания, то мы просим и молим Его, чтобы Он наделил нас стойкостью и мужеством, чтобы достойно пройти их. Но, конечно же, мы просим Аллаха не испытывать нас, потому что мы не хотим тяжелых испытаний. О Аллах, мы просим Тебя, не оставляй за нами грехов, которые Ты не простил, О Аллах, и беспокойств, которые Ты не устранил, О Аллах, и долгов, которые Ты не оплатил, О Аллах, и болезни, которые Ты не излечил, О Аллах, и душ ушедших, которых Ты не удостоил чести, О Аллах, и чистых желаний, заслуживающих Твоего довольства, которые Ты не позволил нам осуществить, О Аллах, о Богатейший, о Щедрейший. О Аллах, мы просим Тебя благословить Ислам и Его последователей. Сохрани эту умму и даруй ей блаженство. И пусть на их земли придет безопасность и мир. Укрепи нашу веру и сделай нас благодарными. Даруй веру нашим семьям и сделай их избранными. Даруй праведность нашим детям и убереги их от греха. Даруй нам крепкое и наилучшее здоровье. Пусть наш достаток будет чистым и изобильным. Пусть наша жизнь будет благородной и полезной. И пусть наши долги будут согласны договору и не обременяют нас. Все это мы просим у Тебя единственного, О Милостивый, Милосердный. Я Рахману, Я Рахим. О рабы Аллаха. Аллах велит нам следовать Его указаниям. Он начал с себя, затем приказал ангелам, а потом приказал всем нам. Аллах сказал в Коране. О рабы Аллаха. Аллах, Свят Он и Велик, повелевает вам действовать справедливо и добросовестно, уважать родных и близких. Он запрещает вам совершать непристойности, злодеяния и проявлять непокорность. Он напоминает вам, чтобы вы прислушались. Помните Аллаха, Свят Он и Великий, и Аллах будет помнить о вас. Благодарите Аллаха, и Аллах благословит вас. И знайте, что нет ничего лучше поминания Аллаха, и что Аллах всегда ведает обо всех ваших деяниях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok